Всем привет! Сегодня я расскажу, как выбрать обогреватель для дома, какие они вообще бывают, чем отличаются и на что стоит обратить внимание при покупке, чтобы у вас дома всегда было тепло и уютно. Видео будет полезным, так что усаживайтесь поудобнее, поехали! Итак, в двух словах упомяну о том, что сейчас существует множество типов отопительных приборов, доступных в продаже, но я выделю из них 6 основных, самых распространенных и удобных в использовании. Это масляный радиатор, конвектор, тепловентилятор, инфракрасный обогреватель, керамическая панель и, конечно же, необходимо не забыть о инверторном кондиционере, но обо всем по порядку. Масляный радиатор. Обогрев происходит благодаря нагревательным элементам, погруженным в масло, которым наполнено устройство. ТЭНы нагреваются, отдают тепло масло, а оно отдаёт его на корпус обогревателя. Теплый воздух распространяется по комнате путем естественной конвекции. Встроенный термостат автоматически включает прибор, когда температура падает, и выключает, когда в комнате достаточно тепло. Преимущества. Не сжигает пыль и кислород, потому что корпус нагревается не больше 60 градусов. Относительно высокая пожаробезопасность достигается благодаря термостату и встроенному таймеру. Легко перемещать по комнате и в другое помещение. Для этого в конструкции есть специальные колёса. Недостатки. Большие габариты и большой вес. Второй недостаток. Долго нагревается сам и потому требует больше времени на обогрев комнат. И третий. Температура корпуса слишком высокая, не подходит для детских комнат. Ожогов не оставит, но прикасаться не очень приятно. Второй вид погревателя – это конвектор. По техническим параметрам очень похож на масляный радиатор. С той разницей, что его допустимо использовать как основную систему отопления. Принцип работы такой. Воздух пропускается через нагревательные элементы и происходит естественная циркуляция. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. И так процесс проходит по кругу. У нагревательного элемента большая площадь нагрева. Но эффективность прибора максимальная, если поставить его близко к полу. Преимущества. Корпус нагревается до 60 градусов, но защита от перегрева позволяет оставлять устройство постоянно включенным. Такой температуры хватает для обеспечения комфортного микроклимата и происходит не очень активное пересушивание воздуха. Эти качества, а также плоский корпус, маленькие габариты и возможность программирования режима позволяют объединить конвекторы в единую систему отопления. Кроме того, прибор не боится влаги и его можно ставить в санузлах и в ванных комнатах. Вешается на стену или ставится на ножки. Есть таймер и задержка включения. Работает тихо и быстро нагревает помещение. Недостатки. Устройство потребляет много электричества, а также хоть и не сильно, но все же сушит воздух. Примечание. У конвекторов бывает два типа термостата. Электронный и механический. Механический стоят дешевле и сломать его почти невозможно. Но у электронного плюсов больше. Он точно поддерживает заданную температуру, вплоть до 0,1 градуса, имеет долгий срок службы и со временем не теряет точности. Третий вид обогревателей тепловентилятор. Самые простые и доступные цене обогреватели. В народе их называют дуйчиками, потому что воздух здесь поступает на разогретую спираль и потом вентилятором распространяется по комнате. Небольшие размеры, высокая мобильность и возможность регулировки потока для лучшего обогрева помещения способствуют высокой популярности этого прибора. Преимущества. Не взирая на компактные размеры, быстро греет комнату. Хорошо распределяет воздух по помещению. Легко регулируется нужная температура. Есть защита от перегрева и работы в опрокинутом состоянии. Но есть и недостатки. Вентилятор шумит даже в самых дорогих моделях. А еще пыль из воздуха попадает на спираль и сгорает. Получается неприятный запах. Далее. Инфракрасный обогреватель. У этих приборов совершенно иной принцип работы. Они создают инфракрасное излучение, совершенно безопасное для человека, животных и растений. Это излучение нагревает не воздух в помещении, а расположенные в нем предметы. Воздух нагревается уже от этих предметов. Достоинства. Никаких потерь кислорода. Нет запаха во время работы. Небольшой вес прибора. Возможность разместить на полу, на стенах, на потолке. Однако есть и недостатки. Из-за того, что инфракрасный обогреватель нагревает в первую очередь предметы, его нельзя размещать вблизи мебели и другой бытовой техники. Поскольку воздух под воздействием излучения практически не нагревается, зона действия прибора ограничена углом рассеивания, при выходе за пределы которого эффект от его работы будет минимальным. Инфракрасный обогреватель отлично подойдет для балкона, открытой площадки, беседки, поскольку он будет нагревать людей и предметы. Однако в квартире, доме лучше использовать другие типы приборов. Еще один вид обогревателей – керамическая панель. Приставку керамическая обогреватель заслужил из-за фасадной панели, выполненной из керамического материала. Панель внешне похожа на обычную плитку разных размеров. Керамический обогреватель совмещает инфракрасный и конвективный обогрев. Инфракрасные лучи греют только предметы, расположенные неподалеку, а конвективное отопление позволяет прогреть до комфортной температуры и воздух. Эти два режима можно включать по отдельности или одновременно. При этом инфракрасное отопление не сжигает кислород и экономно расходует электричество. А сама нагретая керамическая панель даже после отключения еще долго остается теплой. Преимущества. Разнообразный дизайн. Не понижает влажность помещения. Высокий КПД. При минимальном потреблении энергии дает достаточное количество тепла. Недостатки. Керамика очень хрупкая, она не терпит ударов и опрокидываний. Мощности прибора обычно не хватает для полноценного отопления помещений. То есть панель в большинстве случаев используется только как дополнительный источник тепла. Шестой тип обогревателей, который заслуживает внимание, инверторный кондиционер. Обогреватели инверторного типа стремительно завоевывают рынок. У инверторных кондиционеров есть две важные характеристики. Экономичность и высокий КПД. Еще одна приятная возможность, летом эти же приборы могут охлаждать помещение. Принцип работы. Кондиционер или инверторный обогреватель работает по принципу теплового насоса. Он представляет собой внутренний блок, в котором под высоким давлением конденсируется фреон. Температура в блоке вырастает до 45 градусов. В жидком виде сконденсированный фреон переходит во внешний блок. Здесь давление резко опускается и такой перепад заставляет фреон преобразовываться в газообразное состояние. И так по кругу. Такие кондиционеры не сжигают топливо, потому они полностью экологичны. Не выбрасывают оттеченные вещества и продукты горения в атмосферу. К тому же они эффективно используют электричество. С 1 кВт электроэнергии получается примерно в среднем 3 кВт тепловой энергии. При достижении нужной температуры инверторная система не отключается, а продолжает работать на более низких оборотах, поддерживая заданную температуру. Преимущества. Высокий КПД. Возможность работать на обогрев при очень низких температурах и на охлаждение летом при жаркой погоде. Безопасный в эксплуатации и экологически чистый. Работает относительно тихо. В 2 раза быстрее по сравнению с другими отопительными приборами достигает нужного температурного режима. Прибор способен поддерживать желаемую температуру. Сниженная нагрузка на сеть благодаря отсутствию больших пусковых токов. Недостатки. Высокая стоимость самого оборудования, плюс необходимо отдельно платить за установку. Электроника прибора чувствительна к перепадам напряжения, точно так же, как и вся современная техника. Обезопасить ее можно, установив жилье напряжения. Тепло. Помещение будет не только тогда, когда кондиционер будет включен. Но если спирт-кондиционер будет основным источником тепла в жилье, то, как и центральное отопление, он должен быть включен постоянно. И раз уже заговорили об отоплении, еще коротко упомяну, как определить мощность обогревателя. Мощность прямо влияет на объем помещения, который способен отопить прибор. Нюансы зависят от качества теплоизоляции, высоты потолков и прочего. Но в целом обычно помещение без отопления нуждается в мощности 1,5 кВт на 25-27 квадратных метров. Если же смотреть по стандартам, то принято считать 1 кВт на 10 квадратных метров площади. При высоте потолка 2,50. Что ж, надеюсь, сегодняшняя информация оказалась вам полезной. Если это так, то лучшей благодарностью для меня будет ваш лайк. Если вы хотите, чтобы я рассказал еще о любой другой смежной теме, к примеру, об увлажнителях воздуха, пишите в комментариях. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а на этом сегодня все. Всем пока.